всех приветствую с вами я ваш веган христолюб и сегодня у нас ролик про мед можно ли веганам употреблять в пищу мед ну и продукты естественно связаны с медом в разных вариациях в принципе любые продукты медового пчелиного так называемого производства вы поняли там разные вещи есть там че-то кто же не делает все думают что пчелы только мед нет там и всякие уже забыл как называются такие катушки как пыльцу там собирают в общем много чего-то можно что-то там делать в принципе поговорим вообще о меде ну и о продуктах не важно куда мед добавляет это уже не суть важно как первичный продукт и о самом производстве до так называемого меда или вообще вот продуктов связанных с тем что людей так скажем ездить на пчелках да поговорим об этом вообще по поводу меда это наверное один из таких уникальных продуктов и вопросов потому что я лично знаю так скажем вегана встречал до слова знаю кого-то и общаюсь нет но при встречался до которого для вегану я мед ем да и вот и вообще к меду такой не совсем однозначное отношение я бы мог казалось бы не записывать очередной ролик в ю тубе да и тоже уже по поводу особенно у веганов которые не едят мед против употребления меда полно всяких роликов хороших достаточно роликов где показывают как бы все вот это недостатки индустрии производства меда за счет эксплуатации пчелок до убийства убийство там ку косвенно идет мед получается не за счет убийства но там страдают пчелы да вот и гибнут пчелы и верни гибнут а именно получается не убиваются человеком нос может сказать случайно да потому что просто много на мышца в этом поговорим вот и я бы мог просто дать ссылки к этим роликам но точнее все два свой не записывать потому что ну все уже сказано да но тут нет о меде у меня особое отношение я как вы знаете как веган христианин рассматриваю все вопросы жизни через три сущности бытия это бессмертие свободы и любви и вот сегодня мы об этом поговорим ну вечность нас сегодня не так будет интересовать да ну хотя как я говорю сюда смысл слова вечности вечной жизни подразумевает что мы рассматриваем вопрос в вечном бытие а как бы было всегда как должно было быть и как должно было быть веки вечные до от начала мироздания и образно говорят до конца его да как надо жить чтобы это было вечное благо бытие счастливая жизнь как должен быть устроен мир даму может ли такое быть вечности временно то да ну хорошо временно можно и страдание смерть пережить и плюнуть на все если завтра умрем ешь пей веселись душа моя да как говорил апостол павел вот мы рассматриваем а можно ли так вечно жить до в таком мироздании где боль страдания несчастье вот поэтому естественно это тоже как я говорю все равно всегда учитываем 2 это свобода пчелки это живые существа да они свободны и да они растут как растение на одном месте нет вот они свободны летают куда хотят да в них есть некие законы опять же там нельзя называть семья кто знает вот когда там есть матка есть целый рой там пчелки есть разного уровня какая-то классификация там рабочие не рабочие сразу оговорюсь да я не пчеловод вот но меня знакомый друг уже с которым мы больше там 15 лет знакомый что по 20 лет почти да вот он занимался занимается пчелами но он занимается еще до моего покаяния начал заниматься он старше меня на 15 лет и вот он там пчеловод поэтому немножко знаком с этой темы ну по сути то что он занимался да вот сейчас непонятно там он решил что-то оставить по моему не знаю будет заниматься нет ну не папа не пап но узнает все и виза веганстве он даже год один так скажем вега вегетарианил или веганил я уж точно не помню вот вроде когда же по убеждениям любви но он может будет смотреть от мой ролик вот мы общаемся ну дружим да на самом деле ну как вы знаете конечно мира никогда не найдут два человека когда-нибудь разного мировоззрения все равно будут мы можем лишь эти вопросы не трогать просто но все это из той же самой серии знаете про родственников про друзей все об этом уже у меня есть отдельные ролики сегодня это вопрос не буду поднимать кому интересно да тут посмотрим вот по поводу и сразу оговорюсь то есть я не пчеловод не супер спец и начинаем с того что конечно же использовать мед или продукты ну продукт в которых мед и я это это все понятно я думаю и ежу да я имею ввиду что если там еще пчеловодство продукты которые слова все позабывал как же это называется в лекарства там добавляют от чего то все вот есть там разные тоже есть продукция так скажем от них остатки или что-то там я уж не помню вот все вот это можно ли использовать я сразу скажу что если речь идет о производстве о масштабе каком-то и вообще покупки меда какого-то производственного даже пусть каких-то пасечник там пчеловодов частных не веганов чем не веганов не просто позор и зожников они веганов именно из любви к животным с таким мирозрением если это мед не от этих людей сейчас мы поговорим почему покупать его и употреблять естественно ни в коем случае нельзя это сразу табу вот все если это не идти сразу разделим то есть мед на самом деле есть ну давайте будем использовать слова этика на поле раньше любовь да кто знает я использую всегда это слово но синонимично разные мировоззрение в частности люди исповедующие эти мировоззрения могут при таки слова мораль эти когда доброта то есть хотите добрый есть мед и не добрый этичный не этичный моральные аморальные да вот ну я буду говорить ну давайте слова эти кто же мне как-то так более-менее кто знает просто есть такое понятие этичный веган да тоже более она мне конечно больше нравится любвеобильный веган и любвеобильный мед вот но давайте слово этичный вот есть этичный мед и есть не этичный мед это огромная разница мы сегодня еще сделаем сравнение с тем что с тем же сам молоком да казалось бы мне уже есть по молоку все видео кому интересно тоже найдите на канале или пишите в комментариях я дам прямые ссылки мы сравним вот казалось бы мета тоже продукт от коровки почему ты говоришь что мед бывает этичного молоко нет молоко не бывает этичным ну соответственно молочный продукт и все понятно сам как первый продукт молоко невозможно получить этичным способом корову сначала насильственно оплодотворяют вот она беременеет неестественное количество раз в свою жизнь до ребенка которого она рождает теленок забирают на бойню если если это мальчик девочка и ждет судьба своей матери вот все это естественно ограничено все это естественно в цепях все естественно это сейчас вообще все это автоматизировано им как вы ими подцепляет какие-то механические аппараты которым до лампочки болит у нее что там или не болит чувствует она более нет из них просто как из живых автомата все высасывает и потом их точно также отправляет на бойню когда они перестают дают молока это очень важно понимать вот и даже и этичный веган любвеобильный веган не может даже в своих домашних условиях все равно это молоко получить ему все равно придется это корову она должна будет рожать она должна будет давать молоко вот пусть хоть там как он скажет тоже по минимуму будет брать это невозможно более того все эти животные которые мы одомашнили так скажем и все эти надойные коровы это все изуродованное человеком природа животного природа коровы это очень важно понимать вот по поводу меда поэтому теперь подходим то есть неэтичный мед а это любой мед непроизведенный любвеобильным или или илитичным веганом то есть веганом который стал веганом из любви к животным это раз второе можно ли его хоть как-то делать вот я хоть и не пасечник но живут на земле с недавних времен времен тут новом месте и как раз вот этот мой друг знакомый мне отдал свои старые улья на три штуки он не дал я даже ничего не покупал никаких пчел я их поставил в надежде на то что как есть такое понятие что они сами подселяются туда то есть летают находят себе место вот и я поставил в надежде что кто-то поселить с никто в прошлом году не поселился вот ну может быть следующем году поселиться для чего я это сделал я говорю во первых опять это это даже мы еще меда не касаемся для чего человек веган этичный веган может позволить себе поставить улей на своем участке это для баланса просто экосистемы потому что пчелки на твоем участке будут чем заниматься опылением но опять же по поводу пчел и всего вот этого вы знаете бог так все придумал что в мире все сбалансировано и много чего делать тоже не надо и в принципе все животные живущие естественно природе сами способны выживать бог так все устроил вот по сути конечно ну и я естественно эти свои ульи так называемые мини мини пчелиную фермочку я называю как ее правильно называть это заповедник для пчел вот это очень важно кто знает в мире сейчас ходит информация нашим информационном пространстве о том что действительно пчелы погибают пчелы умирают но опять же по причине человека потому что все поля травят всякой химии эти пчелки естественно собирая там пыльцу сами умирают то есть мы сами все наступаем себе на горло вот этой вот ним неправедной жизни с природы с животными и и вот по сути то первое это я хочу просто сохранить пчелок да хотя вот имя все соседи все травят там на своих охородах они у тебя тоже будет погибать будут болеть вот у них точно также есть враги так скажем в природе да вот и опять же нельзя никогда нарушать баланс природные ты конечно можешь поставить один два три улья но 23 ты поставишь эти пчелки могут выдавить всех остальных насекомых ведь то же самое пыление в принципе пусть у тебя там сад агород ну как у вегана большой да ведь помимо пчелок и все остальные насекомые тоже являются опылителями любая муха хоть там она они конечно не особо по цветкам то лазит но все равно севшая на цветочке перелетевший на другой цветочек там или мим пролетевший с нее пыльца упал она и так опылится другой цветочек вот и тех кто опыляют намного больше чем нам кажется иногда тоже есть такое ложное мнение у людей этих вопросах не разбирающих что якобы там-то пчелки опылять да нет да любой насекомое который там садится перелетает лазит ползает жук какой-нибудь он в один цветок залез другой с вас там огурцы и стелятся по земле да вот то сделал не только в пчелках и и везде где все со словом многое хорошее плохо знаете есть такая поговорка очень важная вот и здесь тоже самое вот поэтому конечно же я как этичный любвеобильный веган собираюсь просто как вот скворечники люди делают птичкам тоже хотя опять же вы поймите делая скворечники птичкам они сами-то умеют их делать конечно умеют по сути их отучаем делать эти себе там домики вот все это очень часто люди думают знаете благое дело какой-то пару дел даже не подумав о его последствиях вот здесь похожая ситуация тут главное не переборщить с этим да вот и плюс и не забывай что дело даже скворечники мы делаем то что птичка сама себе вопрос хочет хотим чтобы она у нас жила там от птичка поэтому по сути ты где-то там делаешь у себя в лесах они сами все себе могут найти свить бог все за за нас продумал до природа она самодостаточна вот поэтому с теми же сами вот ульями вот как я вам рассказываю да то есть да ты себя можешь позволить там один-два коробочка поставить такой заповедник такой к систему себе создать вот и все желательно чтобы они игры сами там где-то подселились вот и все и пусть живут и ты их не трогаешь вот и по поводу меда и вот дальше я уже рассказывал то есть пожалуйста сам все можешь поставить если ты этичный веган ты можешь себе а производство ощущения идет во первых надо всегда людям которые узнают про веганство и начинают к нему стремится надо понять простые вещи что все кто занимается обзовем одним словом животноводством это вон и с пчелами все что связано с с производством эти люди ненавидят животных это надо четко понять все эти фермы молочные это люди ненавидят животные потому что там происходит насилие страдания боль слезы там люди работают абсолютно с окаменелыми сердцами это надо четко все понимать но они любят конечно там собачьи кошек мог до любящих но все остальное для них не существует вот они любят любящих неважно человек тому же на дети собачка твоя да все на больше все что дальше моя кухня как я выражаюсь меня не интересует это очень важно понимать это тогда ответы даст вам на все вопросы но вот вы я сейчас этот ролик по сути пишу уже не для так скажем не для труппажоров там убийц насильников да уже для веганов чтобы у них такие кто вступил от разбирается действительно во всех тонкостях игры с медом есть конечно вот такое разностороннее мнение я точно не могу сказать за всех кто употребляет мед какими они там руководствуются принципе не достигли еще не разобрались не хотят разбираться да хоть учет себя оставить хоть какой-то грешок вот я вот естественно сам разбирался вникал размышлял как к этому дойти с позиции любви свободы и бессмертия вот с вами и делюсь да и опять же сейчас еще одну оговорку сделаю что опыта пока вот нет это только мои мысли возможно я ошибаюсь в этом плане вот но это все легко поправимо и узнаваемо на практике причем принципе так скажем без жертв ты можешь попробовать вот принципе то чем я сейчас вами буду делиться это только теория на практике не уверен что это так вот то есть я поделюсь обычные такого тоже редко делая говорю уже то что знаю проверил изведал опыта но вот по меду хочется поделиться уже может быть когда не запишу второй просто ролик если у меня будет уже какой-то опыт положительные или ну опыт не бывает это навык называется из положительные а это опыт как раз и есть это отрицательный когда-то счет не получил но вот в общем поделюсь может быть через когда-нибудь там да какой у меня там опыт или навык приобрелся ну а поговорим пока теории вот веган конечно как им уже сказал еще раз повторюсь что может себе позволить поставить улей к нему прилетят пчелки да ну купить я не знает конечно не этично ты уже покупаешь у этих до труппажоров но в принципе ради спасения ты по сути выкупил и сделаем тут заповедник да вот еще кстати вы по поводу вот свободы насекомые свободу знаете с коровы не сравниться вот опять я говорю ты не порабощаешь их возьмите то же самое да вот животноводством сколько вопросов уже кто меня давно смотрит знает все эти разобрали разбирали в животноводстве всегда животное реально порабощено она ограничена цепями клетками хомутами там ошейниками всеми этими да ну пчелки реально в принципе не порабощаются они живут по сути так скажем пчелиная ферма и в естественных или где они сами там дикие пчелы назовем их тогда или вот человеках так скажем занимается пчеловодством то в принципе они ну естественно живут условиях да если в плане сейчас внешне возьмем не то что человек сейчас будем об этом говорить что он там вмешивается и все это в плане понимать что так что так они на природе собирают летают то есть ничем вообще не отличается они сами где-то поселились на каком-то дереве у какого-то поле там до что человеком так скажем ульи сделал да то есть они живут в естественных условиях это вот по поводу свободы тоже резко в отличие от тех самых коров или еще что-то да вот вы поставили улья поставил как хотите да вот пчелки завелись по поводу меда можешь ли ты оттуда брать я вот разные иллюстрации подготовил в обычном состоянии как это происходит это улей внутри кто знает такие рамки там такие проволочки натянутые и пчелки вот одни пчелки соты строят другие туда вот ну там они пыльцу собирают потом это все через слюну там превращается вот в медовую жидкость как угодно я буду непрофессиональным языком выражаться я вам уже сказал я не не претендую на все эти знания он естественно закрывается и вот помните я в роликах уже говорил в одном вы видите чтобы даже там пчелок разогнать используется такая курилка там дымом их так скажем расшугивают ну дым этот их не убивает конечно их просто отгонять пчелы дыма так скажем боятся и отгоняются да но ты сами видите первую попавшись можно сказать иллюстрацию взял до что когда улей вот эти закрыты вы видите сколько тут пчелок ты его даже никогда не закроешь уже это его раз откроешь и ты его уже никогда не закроешь без того чтобы задавить тут десяток пчел да вот плюс когда ты в этот улей вторгаешься конечно для пчел это стресс тут крышка открывается их не дом рушится для них это катастрофа они действительно атаковать начинают вы знаете пчеловоды все в этих там супер масках там ну все вот это у них костюм вот это вот шляпа с сеткой да вот там и перчатки ну кто-то как мы видим фотографии может и все это голыми руками потому что пчелиный укус конечно не смертельно если у тебя там какой-нибудь аллергии нету да то есть люди могут конечно без масок подходить вот я все собственными глазами видел вот просто так когда ты будешь рядом ходить или вот как я у тебя на участке они тебя трогать конечно не будут пчелы не агрессивно они не кидаются не кусать людей они вот как раз будет нападать если ты будешь торгаться в их ним и это да можете в лоб вредность ты просто стоишь на траекторию полета там насекомые конечно лоб подать мне такое самого был ты просто . раз она тут может быть летит до из последних сил так скажем уже в свою ли и ты на пути у нее стоишь она в тебя просто в рестанте даже может не облетит вот то есть мы видим что если такое обычное классическое так скажем пчеловодство тут будет погибать пчелы то есть все это сделано ради грудь то что лишь бы у них отобрать мертв и опять же те же сам пчеловоды как мне рассказывал мой друг что естественно есть пчеловоды которые вообще то есть от нуля вот так скажем до максимума сюда ходим максимум они вообще на один сезон покупают этих си эти семьи они вот как трудятся работают в конце сезона не полностью все вот этот весь мед все выкачивают у них вот и просто семьи погибают все на сей год заводит или сами разведением еще занимаются этих семей или покупают им выгодно за пару тысяч там 3 2 3 5 покупать эти семьи они он накачивают нас и он сколько собирают и все они все продают там банка трехлитровых это пару банок трехлитровых тебе уже семья купается ну и все остальное сверху вот и все то есть вообще даже не заморачиваются чтоб что-то там оставлять так далее семей там переживут зиму не переживут мед просто все скачет все на продажу отправляет вот то есть такой конечно способ для этичного вегана любвеобильного это не вариант но я уже рассказывал в ролике про на крестителе который ел там дикий мед иисусу подавали мед мы об этом тоже в конце скажем я тогда говорил там ролик был другого формата некогда мне было эти картинки знаете даже картинки не сразу нашел давно мне сам вот этот мой друг меня научил сказал что вот те пожалуйста есть вот такие варианты то есть мы видим те же самые рамочки которые в улей втыкаются как видите просто открытый стол ну по сути подрамник эти рамочки просто сверху стоят и вот я вот про это и рассказывал что вот таким вот способом если пчелки собирают тут и спокойненько подошел анти даже там кидаться на тебя не будет и забрал эту рамочку я говорил что конечно же ну как мне все это я какой обладаю информации насколько меня тоже может быть вводили заблуждение или я читал что-то неправильно то конечно же семья производит пчелки как и мы с вами люди и бог так все управил что когда мы что-то выращиваем растим все с преизобилием бог дает с одного дерева столько ты черешни соберешь если она у тебя же там хорошие плодоносит девать некуда будет мы не знаем куда в сезон созревания люби любых там плодов овощей фруктов девать это как говорят там сколько мемов по интернет уходит там до кабачки уже всем раздала не знаю кому еще я юморно не помню как там все это было но вы все это знаете да и кто земли на земле растет выращивать что-то живет выращивает тот меня понимает о чем я говорю тем более мы все сажаем с запасом до думаем что вдруг чет погибнет что-то не вырастет он девать это некуда эти огурцы и помидоры клубнику малину и все эти если у тебя там уже сад хороший вырос яблоки и груши ну сколько ты себе сделано что-то там закрутил посушил как-то сохранил до девать это некуда вот по поводу пчелок конечно я вам это доказать тоже не могу но внутренне у меня на сердце лежит тем более у меня нет страсти похоти к меду я это вообще себе все делаю так все рассказываю размышляю бесстрастно не то чтобы оправдать употребление меда сам я не покупая мед не употребляю его потому что вот именно взять его этично негде вот но так как я вам рассказал до хочется экосистему тоже дорого когда вы типа участочку и пчелы там летают и ты знаешь что по сути ты их бережешь в мире действительно они погибают то есть тут все просто сходится да и я просто как вам сказал мне практики опыта нет какого-то пока но вот действительно поверх у ли можно вот такую рамку ли он отдельно сделать как видите такой подрамник земле стоящие и там поставить одну рамочку чтоб тебе там пчелки собрали за то что ты их тоже бережешь там сделаем улей где их никто не трогает да у тебя там большой сад огород им есть что собирать или поля какие-то там сажаешь и сидираты вот то плохого-то в этом чего ничего рамку собрать от пчелок вообще не проблема да ну они сами слетят аккуратнее когда она будет полная это сейчас же мы видим просто рамки потому что они собирают а когда она наполнится все они ее оставит и вы просто подойдете возьмете полную тяжеленную рамку но вот если у вас будет три улья да я думаю что с улья можно даже не одну раму рамочку две или три взять вас 3 вот вас 10 рамок 10 рамок девать некуда будет и представить сколько это меда вот так если одному человеку или семье зачем просто мед в принципе ну конечно вы во первых если там занимаешься тем самым вино делаешь и не все фрукты не всех фруктов сделаешь естественным способом вино если не сладкий прям фрукт сахара если там фруктоза немного но не будет бродить так скажем хорошо естественным способом мед можно добавлять в вино при брожении как раз естественно такой самый натуральный можно сказать способ вместо там каком этого сахара белого до очищенного всего этого вот себе это конечно можешь принципе потом кушать все это вот это же не лочь кушать чуть-чуть добавлять в какие-то там яруя человек одинокий так скажем не семейно живу там да и не кухарю не кулинарию ну пожалуйста там занимаешься кулинарией понятно медный можно куда много что добавлять что было вкусненького всяким пирожки или все это ну вы поняли да то есть использовать но сколько надо человеку даже с вас там семья и родственники есть какие-то друзья но я говорю соберете в этом 10 рамок пчелки естественно как я говорю меня так на сердце лежит я вам доказать этого не могу когда-то не обеднеет да то есть мы все друг другу помогаем и бог так придумал чтобы мы взаимодействовали вот это очень важно я говорю это огромная разница не путайте когда там йоги любит тоже чем заливать про корову который молочко там с любовью дают это все чепуха вот это не это не сразу это несравнимые вещи как получая как молоко откуда папа появляется и как пчелки мед собирают вот это очень важно поэтому от того что вы там одну две три рамочки соберете я говорю я думаю что это именно вот и есть проявление любви вы о них заботитесь им помогаете да я там не совсем сталкиваем в принципе вы помогут помогать прежде всего вы им просто этот заповедник действительно дали да дело не в том что из них дать собирать вы тоже ничего не теряете вообще вот не надо лазить не в этот уль и ничего один раз его поставила забыл про него они там сами все сделают они сами все это делают и соты и все что надо там да вот так вот я просто видим еще неправильно искала вот это в принципе называется держателем видите он краю улья тоже там за скрепочку держится то есть пожалуйста или там сбоку вот видите лепится одна рамочка они собрали все вот вам рамочки в такой рамочки вы же сами видите прекрасно представляете сколько-то меда это грубо этом трехлитровая банка если со словом хорошо и много со словом много и хорошие плохо все надо гуманно используешь ложками есть немножко и можно употреблять и все в таких целях я даже когда потом потом даже ведь чем дальше леса касса вон уже что есть пожалуйста можно банки даже уже банки как-то ставит я еще темит я вот прям свежие прям перед роликом увидел то есть если во все вникнуть пожалуйста вон оказывается как-то видите видите баночки можно прям ставить такую крышку делают и банки и все они набирают туда я так понимаю и все может я чет не понимаю может быть это не просто только соты делают а мед потом отдельно или прямо не мед туда как собирают потихоньку оттуда ухо честно я даже не разбирался ну как ведь можно поузнавать вот я это пока не не рекламирую не говорю так чистая мысль и увидел уж решил картинки поделиться возможно это же можно к этичному варианту применить такую сделать вот причем это можно наверняка не на уле тоже а просто прям сделать отдельно в столе вот такой стол сделать и уже не так а вот здесь дырки внизу нарез банки поставил они также будут залетать какая разница над ульем в этом над открытым делаете такую вот фанеру вырезаете дырки под баночки ли там неважно вот и поэтому я думаю что как-то тоже все это можно уж точно можно вот открытой рамки я говорю по поводу поэтому отбора тут конечно в принципе пусть каждый сам решает но у меня на сердце тоже доказать невозможно ни одну не вторую сторону у меня по любви обильности по откровению от бога что бог есть любовь и все нам тоже подает говорю мы все друг другу что-то производим дарим угощаем такая жизнь до делаем подарки вот здесь тоже самое здесь реально игры не сравнивать ни в коем случае мед и молоко это вообще разные вещи по-другому все получается вот и поэтому в принципе мед там если вы посмотрите игру глубоко вникните вот кенте веганские ролики кто против что там пчелы там чуть ли это не слюна или блевотина их нет и мед да и вот тип зачем это есть слушайте но все в жизни мы как его все это на землю падает те же самые животные про навоз у меня тоже будет отдельное видео дело не в этом все это круговорот во дерьма сказать в природе до к этому на проще относиться ну что значит там блевотина пчелка да ну а люди целуются ты только что из этого жерта и плюешься и надо харкаешься да ну что есть нас разные жидкости тоже и в теле но мы же не брезгуем сами собой а мама разве когда ребенка кормит не пережевывают ему там и в когда от молока отучают там на какой-нибудь фаршик тоже смотря с какой стороны посмотреть да а жучки не лазит и никакой а это самое лучшее вообще земля это когда червячки там и и жучки все кушают и какой-то это называется такой биогумус так называемый да вот это все это червячки какой-то не все это кушают и выкакивают кушают и выкакивают по сути все что мы растим мы растим тоже на какашках поэтому относиться там или к меду говорит что вот он там это блевотина пчелок да ну такое себе знаете у меня допустим нет какой-то здесь отвращение брезгливости мы выращиваемся на земле по сути такая же еда она же какашки все вперемешку это все это можно только к личному отнести если у вас какая-то личная неприязнь к этому туда вот а так вот такие в самом меде по поводу медицины вы знаете всего это здорового питания это вообще не касаюсь может какой-то вам веган будет доказывать там и статьи наоборот что мед даже вредный для человека чтобы вот там как-то от него человека отвратить и вы знаете что в жизни есть только один принцип и принцип любви ну всего бытия это бессмертие свобода но самое важное это любовь без любви тогда все бессмысленно и вечность и свобода так что вот так вот вот такие вот дела по поводу меда надеюсь я с вами поделился уж в этом ролике лан скажу но в принципе я записал отдельно ролик кому интересно кто знает кто не знает некий ан креститель предтечи христов якобы питался вот растениями и диким медом я сейчас кратко скажу кому интересно я дам ссылку на этот ролик вы найдете вот в общем плейлисте в котором сейчас все из и это и это видео тоже вот я в конце сейчас анонсирую я там рассказывал как он ел человек который не делал никаких запасов и как и раз он подходил там и ту же самую травку которую собирал там а дикий мед вот а такое подходила об соты там потер немножко и кушал в прикуску то вот именно лишнее доказательство что это можно делать но и мы знаем случай что иисусу по воскресенье подали по поводу печеной рыбы там отдельные вопросы не будем трогать я на это все тоже ролики записал уже вот но якобы ему тоже мед в сотах подали но дело не в том что вы знаете как я отношусь к писанию хотя являюсь христианином вот отношусь в свободе все рассматривать через призму любви по крайне к тем бумажкам которые до нас через через века религиозных культов и сек дошли вот то то что иисус ел мед вполне возможно был ли он этичным да сейчас все тяжело сказать все это в бумажках не описано то что иисус был веганом и выносил все мозг в том числе и по любви к животным это точно да и обличал все грехи человеческие это однозначно поэтому вообще и медом как без и еще до закончу поэтому медом как бизнесом заниматься ни в коем случае нельзя тоже вот у меня хоть и друг знаком видите спокойно говорю ничего не боясь и не стесняйся это неправильно потому что действительно много ты не соберешь то есть все это весь этот этичный мед можно только для себя вот ради бизнеса все что ради денег так скажем да вот ну понятно муж овощи фрукты выращивать продавать да но вы все понимаете в общем можно доколебываться конечно до слов но тот кто хочет вести праведную жизнь тот будет и вести и поэтому конечно же пчелки тебе не смогут столько как видите я даже не уверен что сколько там можно у них брать где это написано кто это там особенно вот у всех этих пчеловодов вся эта информация им туда лампочки все они вам напишут что хочешь это только можно положиться на внутреннее вот откровение вот и все как ты считаешь я считаю что рамочку с улес семьи можно взять мы точно также делимся вот всем всеми этими благами и все мы в жизни реальные люди все производим больше чем мы сами можем потребить это факт жизни все бог так сделал что из одного семечка посмотрите знал семечка сколько-то килограмм собираешь овощей из одного семечка огурцов ты сколько потом огурцов сразу собираешь это несоизмеримо в разах это а это там рамочка да то есть вот вот такие вот поэтому то что иисус вкушал сколько-то там меда я могу предположить но однозначно все это было в том духе в каком вот я вам рассказываю конечно не факт что он там где он вкушал был этичный но возможно он людям рассказывал ну вернее невозможно я убежден что тогда если так было то он учил как надо делать правильно может быть даже сам показывал так что вот такой вот ролик по меду может кто-то конечно из веганах меня закидает помидорами камнями у меня вот так лежит на сердце я вам сразу скажу что конечно же безусловно если у кого-то не лежит вы чувствуете правду в том что нельзя это делать все равно это вот эксплуатация и я в принципе как видите сам спокойно без этого живу несмотря на то что все это я это говорю вот в принципе эти можно я в любом случае кстати вот эти улицу есть я их нибудь там не выбрасывать ничего как минимум даже если ты не хочешь брать действительно сделать пчелоком там поставить все там на участке три улья ради опыления это что я какая-то жизнь там было все это да это здорово просто вот и все это просто экосистема когда у тебя хочешь все святому человеку хочется вокруг себя видеть живую природу которая куда-то все время летит двигается мы любим все растения животные людей конечно же вот кто познал истинный поэтому просто здорово вот и все вот они не твои ты над ними не господствует не моей пчелки там нет ты просто то считаешь как мы собаки будочку делаем каким-то там до домики шалаши не смысл там будку с цепей я имею ввиду себя на участке вообще тоже я помню детьми мы там кому-то всем этим собачкам что-то лепили там где-то заброшенных этих местах там находили кичинят собачки давали там все это домики шалаши устраивать мы ее не привязывали не порабощали мы хотели и как могли помочь вот поэтому однозначно если у меня вот прилетят но и пусть живут что я только рад буду ну а уж я говорю там собрать рамочку или нет иру куда мне там удевать-то особо некуда вот я без него спокойно могу обходиться я не кулинарию вот я могу спокойно там чай пить сухофруктами что я и делаю или еще что-то что что мне надо и не напрягаться по этому поводу вот так что вот так вот на этом не все до встречи в следующих роликах а сейчас секунду этот ролик как и все мои видео находится на моем авторском канале христалю проповедью пьющую в пустыне вегана в плейлисте веган во христе или постоянство в любви и есть у меня еще плейлист веган по сердцу где собраны не мои видео но все что связано с веганством тоже фильмы выступления чьи-то клипы там все что есть но не мое все вот в этом плейлисте а все мои видео в плейлисте веган по христе веган во христе там вы найдете ответы уже наверное скоро на все вопросы как видите уже больше 120 там роликов будет где-то 150 в концове когда я все уже скажу и все закончу теперь все и 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